Во-первых, хочу сказать своим футболистам большое спасибо, что принесли сегодня в день рождения такой замечательный подарок. И нашим болельщикам, которые приехали с барабаном, в свое время гнали наших футболистов вперед, это тоже небольшой для них стимул. Что касается игры, мы знали, что соперник будет играть длинными передачами на Жданкино, и вот тут мы посытили центр поля, сыграли в одного нападающего. Я думаю, что главенствующее было сегодня выиграть борьбу и подбору, что с нашей стороны, что со стороны соперника. Ну, были моменты, конечно, и у соперника, были моменты и у нас, но мы забили один бур. Ну, а затем, конечно, мы уже начали играть, так можно сказать, вторым темпом, вторым номером, где-то на контратаках. Ну, в принципе, игра боевая, накал борьбы был, ребята били, сражались, что одни, что другие, но сегодня мы победили. Как было сказано, боевая такая игра получилась. Ну, что сказать, мы играли там, наш Данкино немножко не так, это не наша игра, это не свойственно нам игра. Но, так как мы пропустили голы, плюс надо предпринимать, ребята там немножко посуетились, там и начали хаотично играть, то, что не свойственно будет нашим игрокам. Поэтому, я считаю, мы как бы не успокаивали, все равно из замены перестановки хотели что-либо, но, скажем так, немножко не хватило сегодня такой конструктивной игры, игры не хватило. То, что мы делаем, то, что мы хотим играть внизу, в пасе, все, никакой такой игры не получилось. Это, наверное, все-таки, я бы не сказал, что претензии к ребятам, они хотели играть, хотели потом, после пропущенного гола забить, сравнять счет, но не получилось. Желание было гораздо больше, чем, наверное, где-то местами умений. Поэтому в такой игре немножко легче разрушать, чем создать. Ничего абсолютно такого вообще не получилось. Но, чтобы сказать претензии к ребятам, Данкино, я считаю, команда играла, убились. Немножко мне понравилось, что судья мешал в этом плане. А так, игра получилась боевой.